С Верой в спорт У нас в гостях был Данил Бусыгин Хорошо известный вам спортсмен Будем говорить, что спортсмен все-таки, правда? Конечно И я так понимаю, что ваш ученик Да, совершенно верно Данил попал ко мне в секцию, когда ему было 6 лет И вот на протяжении всего этого периода Становление от малыша до ведущего спортсмена Кировской области И уже теперь тренера, который, в принципе, готовит уже новое поколение Новых малышей, чемпионов Вот всю жизнь Его сознательное занятие Тэквондо Конечно, я присутствовал и тянул его вот к этому моменту Тянули к этому моменту, а именно к тому, что вот он трехкратный чемпион первенства мира Да, как вы мне напомнили? Совершенно верно Двукратный чемпион первенства Европы И многократный чемпион России Да, совершенно верно Многократный чемпион России И причем он еще действующий спортсмен И, ну, энтузиазма у него не отнимать Он рвется И его спортсмены, его ученики уже показывают очень хорошие результаты И на всероссийских соревнованиях Да, я отмечу, что это было слышно очень в эфире Потому что после эфира нам очень многие звонили с просьбой указать контакты Как можно попасть к этому юноше Да, Данила очень молод Сколько ему лет сейчас? Ему сейчас 20 20 лет Да, талантливый очень тренер Выдающий спортсмен Поэтому всегда есть такая возможность И в конце программы мы еще раз напомним, что за школа, о которой мы говорим Анатолий Чиканчий Да, и как-то можно попасть А давайте сейчас к вашей персоне перейдем Расскажите, пожалуйста, как именно ваш спортивный путь начинался И почему вы именно решили пасти в тэквондо Ну, мой спортивный путь начинался в те далекие 90-е годы Когда только был снят запрет с единоборств Потому что определенное время в нашей стране были запрещены занятия боевыми искусствами А почему? Ну, видимо, тут политические вопросы Даже была статья в Уголовном кодексе За занятие, за преподавание и за занятие карате Ну, тогда называли все карате Без разницы, какой это был вид боевого искусства Сажали в тюрьму Как интересно Первый раз об этом слышал, если честно Не интересовалась Наверное, такой Интересный факт Есть Вот Но был снят запрет И в СССР тогда потекло рекой Все различные виды, направления И, опять же, тут техническая индустрия Видеосалоны с видеомагнитофонами Появились во всех уголках города Фильмами, да С известными героями Фильмы Брюс Ли, Джеки Чан Там, Жан-Клод Ван Дам И все ребята, конечно, просто болели и вредили этим всем Вот А, конечно, до этого момента До занятий единоборствами Мы занимались тем, чем было разрешено А это в основном у нас была популярна Классическая борьба Сейчас называется греко-римская Вот Очень хорошую подоплеку Как бы для моей спортивной карьеры Дали именно тренера по борьбе Вот А дальше уже В 13 лет Вот мне тогда было 13 Я встретил тренера Который Стал моим первым тренером по единоборствам Начал заниматься рукопашным боем В нашей школе открыли рукопашный бой И мы с большим энтузиазмом Там группа под 40 человек Да, это очень здорово Занимались Вот И Ну, к сожалению, так получилось, что он не смог Один год нас оттренировал И дальше не смог продолжать И мы начали искать Где себя применить еще можно Так, как развиваться Найти, что найти Было много вариантов Универсальная боевая система Карате Но у вас тогда не было задачи Не было цели Как-то связать себя С боевыми искусствами Ну, совершенно верно, да Но Не знаю Присуще, наверное, своему характеру Может быть Если верить в гороскоп То по гороскопу я овен И огненный знак И мне нужно движение Мне нужно, как бы Результат Мне нужна победа Мне нужно добиться чего-то цели То есть вы серьезно были намерены заниматься? Заниматься, да Да, но я тогда, конечно Будучи малышом Не планировал Что мое увлечение Перерастет в мое Наверное, так Профессионально-жизненное кредо Не так говорить Профессионализм Вот Когда же это все изменилось? Когда вы помнили, что Тэквондо – это ваше все? Так вот Тэквондо – это постепенно Постепенно Кстати говоря, как я к Тэквондо пришел Для нас, для мальчишек было Вот мы изучали И читали книжки Книжек тогда Стали много продавать В газетах Там советский спорт Да, везде, да Искали эти прямо книги По боевым искусствам Их очень было много И плохие, и хорошее Вот до сих пор у меня дома Большая библиотека Потому что мы скупали С прилавков все Что относилось к этой теме Вот И для нас Тэквондо Было это Ну, высший предел Потому что Уже тогда Было написано и сказано Что Тэквондо – это Практически бокс ногами Потому что бокс ногами Это, ну, 70% И 30% руками И нас это захватывало И было супер Мы тогда не знали Что у нас в Кирове есть Тэквондо И после рукопашного боя Мы с другом попали в секцию карате Начали заниматься Потом я заболел Вроде бы он у меня был и друг Все это вообще начинается И есть, да Вот этот друг Который был мне одновременно и конкурентом Он говорит Так, вот я увижу у него Играем в баскетбол в школе А у него пресс такой Накачанный Ничего себе у Сережи И то же самое начинаю Догонять Догонять, ты проще чем вперед идти Я проболел А секция переехала Я говорю, куда? Он сказал, не скажу Вот так вот случилось И тут я пришел записаться В секцию универсального боя Был спортивный зал Назывался Малышок Это сейчас где находится за Какое милое название Да Стелла Стелла назывался, кстати говоря Не Малышок, наверное, Стелла А кафе было Малышок Где сейчас KFC Находится чуть ниже На Октябрьском проспекте Чуть ниже цирка Сейчас там Магазин стратегических материалов А тогда был спортзал Это первый спортзал Где мы начинали развивать Тэквондо в Кировской области И я пришел записываться В секцию универсального боя И услышал, что Один человек спрашивал Когда будет секция Тэквондо открываться И я услышал, что эта секция Будет открываться И все Я просто без раздумий Туда пришел Нужное время Тренер меня заметил Пригласил еще потом И в другую группу То есть И моя жизнь сложилась так Что Учаясь в первую смену Я бежал сразу на тренировку После уроков Обратно ехал домой Быстро что-то перекусывал Собирался и ехал на вторую Алексей Владимирович Скажите Учитывая тот факт Что буквально Тот период О котором вы сейчас говорите Недавно был снят запрет На боевое искусство Тренер Который вас Наставил Будем говорить На путь истинный Который вас Нашел И начал прививать В вам всю культуру Тэквондо Откуда он взялся Откуда у него это мастерство Какая у него была практика Наш тренер Медведев Василий Андреевич Когда снялся запрет То стали Из Киевской области Тоже приглашать инструкторов И он Приехал с Ташкента Он был не местный человек Да Он приехал с Ташкента Обладатели Третьего Дана А там это все уже было развито Да Там очень развито Это все в принципе было Вот И будучи мальчишкой Он уже рассказывал Свою историю Как он с крыши здания Наблюдал Через дом На другое В окна Как люди тренировались Тогда это карате Но он тоже Занимался карате Он также Наверное Как возможно я то слышал А он вживую это увидел Когда была Приехала Демонстрационная команда Скорей И он влюбился В этот спорт Все И здесь он начал развивать Тэквондо Это был 91 год Вот И И уже Очень скоро Буквально С 92 года Наши секции Насчитывали 12 секций Уже по области Кировской Было более 300 спортсменов Малмыш Там самые далекие Даже вот эти уголки Мы захватывали Вот И в этой секции Как бы Я тренировался К нам приезжал Вот тогда В те времена Трехкратный чемпион мира По тэквондо Кореец Кан Бин Му Обладатель Седьмого Дана Черного пояса И он тренировал Сюда в Киров Приезжал Вот именно В Кирове И наверное Такие малоизвестные факты Что в период Тех времен Начиная с Вот 91 До 98 Года На территории Города Кирова Даже не области Прошло 7 Всероссийских турниров По тэквондо Для тех времен Это было просто Ну как бы Запредельно Практически Потому что Ну Мы вроде бы Еще и молодой регион Развивающийся А вот благодаря Связям И энтузиазму Нашего тренера Это все получалось И плюс Конечно Очень удачно Географическое положение Нашего города Потому что И с той стороны И с востока И с запада Все могут съехаться Удобная транспортная развязка Это тоже было Как бы решающим фактором Алексей Владимирович Забегая вперед Вот вы рассказываете О соревнованиях Высочайшего уровня Вы рассказываете О Экспертах О Мастерах Которые приезжали Из-за границы То есть Тогда Стояла Задача Развивать Тэквондо В частности В Кировской области Сейчас Как эта работа ведется Сейчас Мы продолжаем Эту работу На сегодняшний момент Я Я являюсь Руководителем федерации Был какой-то период Наверное Маленького спада Потому что Будучи Когда я вернулся С армии Уже потихонечку Секция Ну по ряду причин Начали разваливаться И та федерация Наверное Все энтузиасты Куда-то разъехались Да Возможно так Мы не сложили руки Вот Нас осталось Пять обладателей Черных поясов Мы создали организацию И начали потихонечку Развивать И начали развивать На сегодняшний момент Ну наверное Из тех пяти человек Которые Начали развивать Развивать в Кировской области Продолжили Не начали Да Наверное Остался я один И еще два человека Из той команды Мне помогают Ну по своим силам Это Меринов Сергей И Елькин Дмитрий Вот Так Зато Сейчас у нас Создана новая команда Новая команда И кировских ребят И очень важный момент Почему Забегая вперед Школа Известного Анатолия Васильевича Чиканчи Потому что Мы с этими ребятами Сейчас Очень хорошие партнеры И друзья И они сделали Очень большой вклад Вот именно В разбитие Эти ребята Пояснись это кто? Это ребята из Коми Из Кивкар Это наши соседи Поэтому мы сейчас Часто гости у них Они часто гости у нас Вот И Анатолий Васильевич Лично сделал Очень большой вклад В поднятие уровня Кировских спортсменов Анатолий Васильевич Чиканчи Чиканчи Совершенно А расскажите буквально В двух словах Кто он Откуда В чем его вклад Анатолий Васильевич Каковы его заслуги Анатолий Васильевич Да Ну Достаточно известная личность Он На сегодняшний момент Является Девятикратным Чемпионом мира По тэквондо Обладателем Черного пояса Шестого дана То есть Это уже мастерская Высокая степень То есть Мы поясним Извините что перебиваю Чемпион мира И Победитель первенства Это разные вещи Первенство Это ребята выступают До 18 лет Это первенство А чемпионат Это уже 18 плюс То есть Данилу Бусыгину Еще 9 раз Нужно победить Да Вот уже после получения Звания мастер спорта Теперь у него новые испытания Да У него теперь уже Встреча с мужчинами Которые он в принципе Готовился упорно И как показали соревнования Вот последние С Уфу Мы вернулись в ноябре месяце Но он в принципе Стал первым Уже среди мужчин То есть он готов Мы ждем Мы ждем от него побед Возвращаемся к Анатолию Васильевичу Чиканчи Анатолий Васильевич Ну Регалий очень много Он является и факелоносом Вот нашей последней Сочинской олимпиады Да И отличник физической культуры И спорта Мастер спорта Международного класса То есть В принципе Все возможные регалии Которые в спорте существуют Они есть у этого человека Вплоть до последней награды Министерства спорта России Которая там Выдается За заслуги Вот А на самом деле Это очень Как бы Ответственный человек Очень умный Очень Такой щепетильный В некоторых вещах И в то же время Он очень харизматичная Личность За которым В принципе Легко идти Он знает Куда сам идет Знает Куда ведет Свою команду Вот И поэтому На сегодняшний момент Школа боевых искусств Анатолия Чиканчи Это межрегиональная Детско-юношеская Спортивно-общественная Организация Которая Работает И в Москве И в Питере И Ну В коме-городах Это понятно Ухта-Усинск Сыктывкар Там Печора И так далее Киров И далее Только начинаем Дальше еще Шагать 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 Глубже Можно сказать Что на сегодняшний момент Киров Это Наверное В принципе Второй по величине Регион После Сыктывкара Из школы боевых искусств Потому что Даже сейчас В Москве Один из моих учеников Уже Открыл Школу Анатолия Васильевича Чиканчи И работает Это в принципе Просто работа системы Целая работа системы И если Более углубляться Что дает школа Боевых искусств Для детей Пришедших заниматься То в принципе Это даже еще Не конечная станция Чего может ребенок Достичь Возглавив Просто в одном Из городов Направление Развития Этой школы А как вы Наверняка Вы были Во многих других школах По России Которые упомянули Как вы оцениваете Уровень подготовки Наших ребят Уровень наших Ребят Подготовки Достаточно Хороший Высокий То есть Это в принципе Уже показывают Результаты На наших соревнованиях На которые мы выезжаем Я Недавно Для анализа Для Министерства спорта Проводил статистику Вот именно По нашему направлению Тэквондо Направление В самом Тэквондо Деле Ну как бы Не одно А несколько И разные виды соревнований Правила соревнований Вот Чисто по Неолимпийскому Тэквондо Проводил анализ И Для своего даже удивления Наверное Отметил Что 48 Раз Наши ребята Поднимались На официальных Соревнованиях На пьедестал То есть Это и победители И призеры Второе и третье место Вот С 2011 По 2018 Год Это вот Семь лет За семь лет 48 На всероссийских Не на всероссийских соревнованиях А вот как раз Первенство Чемпионат России А 232 награды Это за всероссийские Официальные соревнования Наши спортсмены Завоевали Вот А 4 Было награды На чемпионате мира 8 На первенстве 12 На первенстве мира И 8 На первенстве Европы И это хороший показатель Это для наших Спортсменов Очень хороший показатель Потому что Вот Именно такие соревнования Они являются Борстом Для того Чтобы юные спортсмены Которые подрастали Они видели ориентир Куда идти Вот В принципе Мы начинали заниматься Вот С 2009 года Наша федерация В принципе Насчитывала Где-то 30-50 человек Занимающихся И мы Конечно О таких результатах Даже не могли думать Вот С нашим небольшим составом Но Вот Это новое движение Новое вливание Наших партнеров Сыктывкара Вот Перенимание всех Методик подготовки Тренировок Да Оно дало Конечно Свои результаты И теперь Просто мы Наверное Как бы уже Некоторые законодатели Моды в тэквондо То есть Потому что Наши ребята Наши ребята Потому что Ну Постоянно Вот есть Несколько видов Направлений Соревнований Да Про них можно долго Рассказывать Один из них Это выполнение Формальных комплексов Техника То есть Тут Одно дело Ты пришел Подрался У тебя настойчивость Терпения Ну про это Говорили Сама за себя Результаты То есть Наши спортсмены Они всегда В лидерах Вот И в том числе Благодаря Анатолию Васильевичу Благодаря своему Упорству Ну и Наверное То что я их в покое Не оставляю Тоже верно Тоже подход Алексей Владимирович Перед тем Как мы Перейдем уже К долгожданному моменту Все таки Пояснение того Что такое Тэквондо И разъяснение Эстетики Культуры Этого боевого искусства Поясните мне еще Пожалуйста Следующий момент Может быть Я как-то не совсем верно Его поняла Вы сейчас упомянули О своеобразной сети Школ Анатолия Чиканчи Есть ли Какие-то более Скажем так Формальные организации Потому что Сейчас это прозвучало Как Структура Которая работает Ну скажем так В своей Замкнутой Какой-то Атмосфере То есть Как один из игроков Скажем так На рынке Предоставление услуг По обучению Тэквондо Так ли это на самом деле Ну в принципе С одной стороны Можно сказать и так Что один из лидеров По предоставлению услуг По обучению Тэквондо Потому что Здесь у нас Не случайно названа школа Школа боевых искусств В отличие от секции Спортивных Где ребенок пришел Позанимался и ушел Потому что Школа Что это такое Здесь есть уроки Здесь есть цель Как вы сказали Совершенно верно Есть уроки Да Есть домашние задания Есть экзамены Да На пояса Есть Есть летние каникулы В которые мы проводим На сборах На тренировках Есть Просто сборы И семинары Которые проводят Как ведущие инструктора Как и я в том числе С ребятами занимаюсь Вот И В общем-то Вот этот комплекс Это Одно направление идет Да Но помимо этого Мы очень много Ставим задач На то Чтобы ребенок Чувствовал себя В нашей школе Как дома Почему Вот Самые элементарные вещи Сейчас Новогодние Праздники И в каждую нашу группу В принципе Приходит Дед Мороз Спрашивает Ребят А чему вы научились Покажите Дед Мороз Наверное тоже Такой ангажированный С определенными Знаниями Тэквондо Дед Мороз Естественно С определенными Знаниями Тэквондо Потому что Мы Очень плотно Сотрудничаем И работаем С родителями С родительским комитетом И Наши самые Замечательные родители Они всегда Отзываются И приходят И в роли Деда Мороза Наша же задача Только подсказать Они все с энтузиазмом Сделают Вот Расскажите пожалуйста Сколько детей у вас В школе сейчас Обучается И какой это возраст В нашей школе Сейчас Более 400 ребят В Кирове В Кирове Да Вот мы берем 400 ребят Да Возраст Мы берем В наши группы Детей с 3 лет Самые маленькие ребята Они занимаются Возрастной категории 3-4 года Группочки 5-6 Но у них это может Какая-то очень Облегченная версия Потому что нельзя Ведь физическую нагрузку Доводить Ну естественно Поэтому Я же говорю о том Что у нас Вот Свои методики Подготовки Да Конечно они Подкреплены Не Какими-то Своими фантазиями Да А В соответствии С Ну То что положено Что можно малышу делать То есть С точки зрения науки Как и боевое искусство Тэквондо В принципе она тоже На научных исследованиях Построена Вот И плюс Авторские методики Нашей школы То есть мы внедряем Вот Тренировки проходят Весело Интересно В игровой форме Ребятам Всегда интересно На занятиях Но и С другой стороны Тренер Тоже требовательно И потихонечку Приучает их К дисциплине Вот И ко всему остальному Учит Что такое Хорошо Что такое Плохо На первом экзамене Наши ребята Уже четко Они еще плохо говорят Некоторые вещи Как свою фамилию Например В каком возрасте Приходят на экзамен 3-4 года Они уже приходят на экзамен Они должны несколько своих движений сделать Чтобы на белый пояс Показать Свои знания Вот Они иногда еще плохо выговаривают Свою фамилию Но 5 принципов тэквондо У них уже отлетают практически от зубов Что это за принципы Напомните, пожалуйста 5 принципов тэквондо Это уважение, вежливость Честность, доброта Настойчивость, терпение Самоконтроль, самообладание Сильный дух Вот Мы говорим о том Что они даже пальчики загибают Первый Уважение, вежливость Честность, доброта Настойчивость, терпение Самоконтроль, самообладание Сильный дух И кулачевый Получился кулак Да Если только один принцип не соблюдается Можем ли с четырьмя пальцами сделать Конструкция уже слабая Так сильно уже не ударить. А без двух, всё. Соответственно, в отличие, может быть, от других ненаборств, ну, уважение, вежливость. Его может и не быть у кого-то, да, если нету традиции, нету привития. Вот они пришли просто друг друга подубасить на тренировке друг друга и всё там. Выплеснуть энергию какую-то, да. То есть нет философии, а есть просто, ну, как бы спортивное применение, будем так говорить, да. Ну, может быть, и без этого пальца, и без второго. Но без остальных уже никуда не деться. То есть если наблюдать остальные принципы, то, в общем-то, конструкция, как правильно сказали слово, подобрали её, просто не будет. Вот так мы постепенно подошли к тому, что такое тэквондо. Давайте ещё расскажем о чертах именно стиля боевого искусства, когда, где он зародился, про то, что это бок с ногами, это мы поняли, уже всё усвоили. Какие ещё факты важные вы можете сказать о тэквондо? Тэквондо – это корейское боевое искусство, считается, да. Оно создано ведущими мастерами. Конечно, как и в любой стране, боевые искусства без оружия, и с оружием они зарождались много веков назад, когда человек должен был себя защитить от нападений врагов. И вот на основе вот этих более старых боевых искусств в Корее была создана система, на основе даже, можно сказать, боевого искусства, оно называлось хворондо на тот момент. Перевод какой-то есть этого термина? Путь процветающего человека. Путь процветающего человека. Да. Вот так оно звучало. Это изначально называлось? Да. А тэквондо как расшифровывается? А тэквондо расшифровывается путь руки и ноги. Тай – это удар ногой в прыжке, если дословно по иероглифам. Квон – удар кулаком, а до – это искусство или путь. То есть мы можем сказать, что из какой-то общей философии выросла, да, произошла какая-то определенная концепция именно боевого искусства. Да. Вот в те далекие годы, в 11 апреля 1955 года один из ведущих мастеров, генерал корейской армии Чой Хон Хи предложил это название – тэквондо. И началась работа плодотворная по совершенствованию техники. И я могу смело сказать, что на сегодняшний момент тэквондо – это достаточно молодое боевое искусство, но в свете того, что оно достаточно молодое, оно еще динамично развивающееся и развивающееся не в том направлении, не только в том, что популяризация очень большая во всем мире, а в том, что оно построено на научных знаниях – физика, динамика, кинематика и так далее. То есть почему вот именно такой был подход? Изначально я даже вот сейчас сказал, что это генерал корейской армии. И в принципе это искусство, тэквондо, его внедряли вот именно в корейскую армию. Но раз так, то чтобы обучить срочника, бойца срочника, нет 10 лет его обучать, времени столько. И оно должно быть настолько универсальным и простым для получения и в то же время эффективным в бою для того, чтобы его за два года, в общем-то, подготовить. Поэтому тут уже свои подходы были, свои системы разработаны. И в общем-то на основе, как усилить удар на основе знаний физики, динамики, и кинематики вот этих всех наук точных. То есть всё рассчитано, любое движение можно объяснить, почему так именно, почему нет. Для чего бы в моем искусстве развиваться? В те далёкие времена, если мы вернёмся, когда это было жизневажно для каждого гражданина, то есть тут жизнь и смерть. Ну, в целях самообороны. В целях самообороны. На сегодняшний момент я вам скажу немножко гораздо шире, потому что, конечно, да, в целях самообороны люди развиваются. Но сегодня нет той опасности, когда, в общем-то, человека... Напрямую нет. Напрямую нет. То есть, да, может какая-то конфликтная ситуация случиться. Но есть люди, с которыми такая конфликтная ситуация никогда не случалась. И интересен тот факт, что люди, которые занимаются боевыми искусствами, почему-то с ними эти конфликтные ситуации меньше встречаются. Это тоже как бы объяснимая вещь. Это психологический момент уже. Конечно. На сегодняшний момент у человека нет войны с кем-то. Но энергия, его энергия и его свойства быть лидером и чего-то добиваться, они остались. И ему эту энергию нужно выплеснуть в какое-то другое русло. Причём эффективно. Да. И занимаясь боевыми искусствами, люди здесь находят как раз совершенствование себя. То есть, они растут, они понимают некоторые глубокие другие философские вещи. Они знают, что такое настойчивость, терпение, потому что самых маленьких ребят мы приводим на соревнования. У них свои соревнования, физкультурные мероприятия, где они тоже что-то должны показать. И мы проводим их по фестивалю. Фестиваль, такие соревнования, в которых каждый ребёнок будет с медалью. Первое, второе, два третьих. Они у нас разбиваются на четвёрочки. И они просто счастливы, что они это сделали. Но они самое главное, в принципе, делают какой шаг. Они свою первую самую медаль получают. Неважно, первое, второе, третье место. Сегодня Вася выиграл, завтра Петя выиграет. Это ещё как бы не показатель. Первая медаль в их жизни. Вот именно за то, что они сделали маленький подвиг. Они вышли на соревнования. Потому что на соревнованиях какие-то дядьки-судьи сидят. Большой зрительный зал. И они должны преодолеть своё волнение и что-то сделать, и что-то выполнить. И вот именно здесь не отступать, не сдаваться, а прийти на соревнования. Преодоление себя. Да. То есть именно за это. Да. И вот развитие этих качеств им очень пригождается в будущей их жизни. То есть как себя презентовать, как не побояться сложной какой-то ситуации, как выйти из любой ситуации победителем. Вот именно на этом мы делаем акцент, проводя соревнования, проводя показательные выступления. Тут тоже презентация самого себя, презентация школы, презентация своего коллектива, своего любимого дела. Возвращаясь к вопросу, для чего развиваться боевому искусству, вот именно как боевому искусству. Да, соответственно, мы делаем вывод, что для того, чтобы человек получал всё новые и новые возможности для совершенствования себя. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Давайте перечислим эти возможности. То есть понятно, что физика работает. Наверное, внешне это выглядит в первую очередь, что физика человеческая, то есть какая-то элементарная физическая нагрузка, растяжка, пластика, сила, выносливость. Правильно я говорю? Давайте добавим, поясним каждый из этих моментов. Да. Кроме физических качеств, которые развивают, в принципе, любой вид спорта, да, тут развиваются и психологические моменты. Они немножко глубже, чем в простых видах спорта. Потому что в простых видах спорта, конечно же, есть... Вы говорите простые виды спорта. Ну, я сейчас поясню разделение простые виды спорта. Ну, допустим, игровые виды спорта, да. Это чья классификация? Или одиночная. Это ваша? Это моя личная классификация. Ну, мне так проще как бы разговаривать. Простые – это не единоборство. То есть есть единоборство, где идёт состязание человек с человеком, да, причём в более серьёзной конфликтной ситуации, потому что один... Ну, скажем, это контактное, да? Да, контактное единоборство, да. В отличие от того, допустим, бега на лыжах или там игры в волейбол и так далее. Там тоже есть очень хорошая психологическая подготовка, но здесь... Там сам с собой со временем. Да. В конкуренции. В ответственность за команду, конечно, есть за всё. То есть не меньше переживаний и все виды спорта – это просто, ну, как бы здорово. Потому что вот я всегда с уважением отношусь к любому спортсмену, потому что если он спортсмен, то он уже ответственный человек, и на него можно положиться. Вот. Мы сейчас говорим не что хорошо, а что плохо, а вот разница в моём понимании. Вот именно единоборство, они дают немножко более другую ответственность, потому что тут нужно преобладать собой, чтобы держать себя в рамках, не навредить партнёру, сражаясь в поединке, да, то есть поработать по правилам, сохранять себя в самоконтроле, чтобы не выйти за предел как бы дозволенного. Вот. И в то же время не выйти, допустим, если это не спорт, а вот где-то в конфликтной ситуации какой-то, не выйти хулиганом и начать налево-направо. Как правило, таких спортсменов и ненаборцев в хулиганах не бывает. Ну, как мы с вами говорили, что с ними такие ситуации, как правило, не происходят. Вот мы сейчас говорили о том, что они не происходят в конфликтной ситуации, что они являются, ну, как бы потенциальной жертвой, будем так говорить, хулиганов, да, а сейчас мы говорим про то, что они сами не являются хулиганами, то есть не ценируют какие-то конфликтные ситуации. В принципе, инициация бывает в таких случаях, если пришёл человек, здесь позанимался, здесь немножко тут нахватался и себя что-то уже хочет показать и начинает... Силушка-то есть, надо же проявлять. А знания, не подкреплённые психикой какой-то. Философией. Философией, да. Но и знания-то они неглубокие, потому что... То есть тут немножко, тут немножко, тут. Когда человек целенаправленно чем-то долгое время занимается, то ему эта конфликтная ситуация, она не нужна. Он её в зале исчерпывает всю свою, как бы, лишнюю энергетику, лишнее оно не бывает, да, но... Но всё-таки появляется такая вот какая-то... И ему не надо вот это, да, что... У него появляется уверенность в себе, и он понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Доказывать можно другими методами. Да, да. То есть он оценивает дистанцию, на какую можно подойти, чтобы не получить удары и так далее. Вот я из своей практики сейчас скажу, очень интересное наблюдение. Оно, может быть, не совсем психологически, но в физическом, как бы, плане, да. Сейчас мы тренируем группы взрослых, и вроде бы для меня всё понятно. Ну, как бы, вот сделать вот это движение, вот это движение элементарное. Поднять ногу или сделать вот такую вещь. И, оказывается, дети гораздо быстрее всё схватывают, чем взрослые. Вот сложно им повторить вот эти вещи. Очень важный вопрос, Алексей Владимирович. Вот если... Сейчас мы немного в сторону уйдём от тэквондо. Всё-таки про школу меня ещё интересует. Я думаю, что многим родителям будет очень важен этот факт. Как любое учебное заведение, а мы говорим, что школа – это учебное заведение, школа Анатолия Чиканчей, если чему-то учат, то должны быть какие-то документы выдаваться, какие-то регламентирующие установки, уставы, допуски, квалификации тренерские. Это у школы есть? Школа всегда работает в ногу с законом, соответственно, да. На сегодняшний момент наше законодательство не подразумевает лицензирование физкультурно-спортивной деятельности, то есть, да, в отличие от образовательной. Раньше у нас спортивные школы были детская и юношеская спортивная школы. Они относились к Министерству образования, допустим, да, а сейчас к Министерству спорта и лицензии, как таковая, им уже, в принципе, это, в общем-то, и не нужна. Но обязательно нет необходимости. Нет необходимости, она не обязательно, да. Да, просто есть сейчас немножко о другом. Те тренера, которые работают с ребятами, естественно, стажеры, они с большим опытом, соответственно, они с физкультурным образованием, однозначно. То есть, все ребята, кто у нас уже будет становиться инструкторами, они либо учатся уже, то есть, они идут по пути становления вот именно преподавателем-педагогом, конечно же. Соответственно, проходя подготовку в нашей школе, ребята поднимаются по ступеням тэквондо, называемые ГП-ученические пояса, они проходят квалификационный экзамен, белый пояс, так далее, так далее, черный пояс. И цель вообще нашей школы преподавать доступно боевое искусство для того, чтобы каждый занимающийся смог стать уверенным в себе, воспитанным, здоровым и смог дойти до черного пояса. В принципе, мы гарантируем это каждому человеку, каждому ребенку, каждому взрослому. При определенной доле упорства? Ну, естественно, да. То есть, за то, что два раза в год он пришел на тренировку, ничего не будет. То есть, есть определенная программа для каждого возраста. Ну, как в школе. Конечно. Если эту программу выполнять, то, в принципе, результат он гарантирован. А дальше ребята, занимаясь уже, получая черный пояс, они выбирают выбор сами, куда им дальше идти. Они, как и в спорте в любом, да, у нас существуют и разряды, и мастерские степени, то есть соревнования, чемпионаты мира и так далее, и так далее. Да, он может быть спортсменом, он может быть далее, выбрать свой путь, стать тренером. Ребята, готовясь к аттестации на черный пояс, они уже становятся судьями. Причем им присваиваем судейские категории, и благодаря судейским категориям они берут на себя ответственность за других людей, потому что они выносят решение, и они становятся более осознанными для этого. Ну, к сожалению, на этой положительной ноте категориях тренеров мы вынуждены закончить сегодняшнюю программу. Напомню, что мы сегодня говорили о тэквондо, в частности, о тэквондо, которому обучают в школе Анатолия Чиканчи. В гостях у нас был Алексей Владимирович Сунцов, президент Кировской областной федерации тэквондо и руководитель Кировского отделения Школы боевых искусств Анатолия Чиканчи. Алексей Владимирович, спасибо вам большое за очень подробный, очень интересный рассказ. Не все успели, что планировали, поэтому надеемся, что вы еще раз эту студию посетите. Мы с вами продолжим разговор. Спасибо за приглашение, всего доброго. До свидания. До свидания.